Здравствуйте, меня зовут Марк и я из Семикаракорска. Семикарака что? Спросите вы. Семикарака слушать надо было. Когда я вижу подобные вещи, мне просто хочется провалиться под землю. Хотя это не я стою на сцене, но мне так стыдно, что хочется... Вообще ничего не хочется, хочется сдохнуть. Я не знаю, может быть это моя личная проблема, потому что если я вижу, как кто-то вот так выступает на сцене, несет хуйню, я прям хочу прыгнуть головой вниз, куда-нибудь на твердую поверхность. Я не понимаю, почему ток-шоу до сих пор популярны, ведь это же чистой воды наебанно. Они для меня, эти ток-шоу, умерли уже очень давно, когда я понял, что это все лютый обман. Да, жюри с натянутыми улыбками, актеры подставные какие-то и прочее. Знание этого все равно заставляет людей смотреть. Ну да, когда люди стали верить в разоблачение битв экстрасенсов, то, что это все подстанова, они все равно продолжили смотреть, потому что интересно. Возьмите вот, например, о каких шоу я конкретно говорю? Ну, например, возьмите шоу талантов, американское или какое-то там зарубежное. Это вообще замечательно. Они же такие актеры все, они такие. Жюри, все шоу, все ток-шоу сидит вот с такими вот охуевшими просто еблыми. Типа, там, не знаю, какой-нибудь дед вышел, отжался там 150 раз, все такие, о май гад! Или там девочка такая симпатичная вышла, седовласая, маленькая-маленькая, начала петь, и какая-нибудь жюриха, девчонка расплакалась. И побежала ее обнимать скорее, хотя она уже забудет через 5 минут про нее. Дальше, только хуже. До сих пор популярно шоу «Беременны в 16». Это вообще край. Я не понимаю, 7 миллионов, 5 там просмотров, вы что, совсем? Я когда увидел это, в принципе, суть даже не в самой программе, а то, как она популярна. Я когда увидел, я когда вижу подобные вещи, у меня сразу ощущение вот такое, типа... БЛЯТЬ, КАК СТЫТЫ, БЛЯТЬ! Хотя я ничего не сделал, я вообще ничего не сделал, но мне так хуёво, как будто бы я... Короче, публично обосрался. В общем, да, публично обосрался, мне кажется, это самое худшее, что может... Одно из таких худших, что может произойти. Хотя кому-то, может быть, это даже нравится, кто-то специально стрелет на прохожих, видимо, фетиш такой. В итоге просто решила прийти к ней домой и показать тесты на беременность. Это что такое вообще? А как же учеба? А как же вообще все планы на будущее? А как же актерская игра? Ах, ну да, и так же все смотрят похуй на нее. И действительно, действительно, насрать. Получается, это вообще не главное. А зачем вообще тогда это смотреть? Если бы это был документальный фильм или еще, знаете, типа, блядь, трагичная история. Какой-нибудь актрисы, у которой дочь залетела в 12 от собственного отца. Который был ТЦПшником, инвалидом. Он вообще евнух. Вот. Вот это интересно. Очень странно даже. И как-то вот люди там сидят грустные. А здесь-то они просто отыгрывают. Ну ладно, хорошо, один раз можно снять трэш-шоу. Второй раз. Ну третий раз, там, если подписчикам понравится. Но смотреть это постоянно... Вот это... Я не понимаю, а зачем? Зачем? Зачем, блядь? Не понимаю. Мне страшно, когда не понимаю. Какая хуйня. Вот серьезно. Обидно, что мое ток-шоу никто не смотрит. Я бы такое ток-шоу сделал. Покупить надо бросить. Таких вещей очень полно. Вот еще, например, сердца за любовь. Да, ну вот казалось бы, самое интересное вот что. Каждый год появляются новые шоу, но на одну и ту же тему. Где, например, сидят девочки, тёлки, хотел сказать, девушки, парни. И выбирают, например, какой-нибудь холостяк известный, там, певец. Начинают выбирать себе девушку, да, из многих. И вот этот холостяк сидит и такой выбирает девушек. Привет, красотка, привет, ты, ты, там, 50 тёлок каких-то пришли. Ну, подобрали их специально. Типа, йоу, девочка, вы у тебя чаще есть на актерском, не хотите подработать? Точнее, практику пройти и все такое. И вот он выбирает. Да всем понятно, что он никого не выберет. Чё за бред? Нет, всё равно смотрят. Всё равно смотрят. Никого не выберет. Поебётся, может, с кем-то. Ну, не выберет. Вообще насрать. Нет, всё равно смотрят. То же самое. Что интересно, что такие шоу выходят каждый год постоянно. Новые. С новыми людьми. С новой подачей. С новыми названиями. Типа, холостяк. Или, блядь, обременённый самец. Или, там, одинокий волк. Или, там, просто какое-то высер название. Типа, баблгам. Какого хуя? Непонятно. Зачем так назвали? Привет, привет всем. Привет. Какие вы тут красивые все. Спасибо. Такие красивые. Прямо все такие красивые. Да, все. Всех как будто заставили прийти туда. Настолько им тяжело высирать свои слова девкам легче чуть-чуть. Потому что они такие актрисы по жизни. Без обид. Это похвала. Не знаю. А пацаны вообще там в охуе, мне кажется, сидят, не понимают, что происходит. Они сидят и выбирают, якобы выбирают себе нового партнёра. Это не какое-то юмористическое шоу. Документальное, может быть. Не знаю. Очень хорошо поставленное. Так, что там актёры, блин, нахуй, сука, такие, что им веришь. Вот. А ещё на Санта-Барбаре там смеялись. Или спасателями, не знаю, Малибу, ещё какие-нибудь. Недалеко ушли. Вообще ничего не поменялось. Ещё хуже, мне кажется, стало. Из Микс Файта можешь что-нибудь показать? Могу отжаться с кем-нибудь из вас. Все мы поняли уже, в чём вы там занимаетесь за кулисами. Ой, какая красотка. Спасибо. Как тебя зовут? Полина. Да всем похуй, блядь, как тебя зовут. Тебя не выберут, понимаешь? Тебя не даст он, сука. Пиздуй домой давай. А что бы ты выбрала, YouTube или TikTok? Откуда у вас духи такие вкусные у всех? Может, потому что я воняю? Я воняю. Да. Мишно. Но я ведь тоже ток-шоу снимаю. Мне иногда приходится дубли переснимать. По факту. Получается, я тоже грешен. Не смотрите меня. А, да, меня ж никто не смотрит. Жёстко. А ещё хуже может быть, когда начинает включаться реклама в таких моментах. Вот тут вообще в течение всего просмотра этого видео, если вдруг я каким-то образом наткнулся на него и начинаю смотреть, я постоянно ударяюсь головой об стену. Вот так. Вот ты в Третьяковке. Когда был последний раз? Наверное, ещё в детстве. Но у меня всегда с собой есть кусочек Третьяковки. Заказала карту Тинькофф Блэк с дизайном картин Третьяковской галереи. О, до 15% кэшбэка на 4 категории трат. Насрать абсолютно. Вас дети смотрят. Похер. У них нет денег. Нету денег. Ну, может, родители дадут, но им похер на эти инвестиции. Насрать вообще. Хотя, если эта реклама продаётся, значит, их смотрят не такие уж и дети. И... И опять. Кстати говоря, ещё вот, например, аналогичное шоу, когда кулинарные высеры, когда шеф-повар ходит, типа, за поваром, типа, по кухне, орёт на всех. Вы, блядь, котлеты пересолили, а вы там... Устрица у вас сбежала куда-то, бегает. Найдите эту сучку, отжарьте по полной. И вот то же самое. И потом... И потом чувака, на котором наорали, сказали, ты говно приготовил. Он стоит перед камерой, такой, типа, так вот, ну, в этот раз мне не повезло, шеф был расстроен моим блюдом, но в следующий раз я подготовлюсь гораздо лучше и обязательно выберу этот приз. И тут режиссёр орёт, сук, какой приз? Мы тебя на одну программу взяли, пиздуй отсюда. Всё, переснимаем ещё раз. Десятый раз. Я удивился, когда Элси сказала, что я второй номинант. Во время следующего ужина я сделаю всё возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. То же самое, то же самое. Я думаю, как? Когда настала моя очередь, я начала потеть. Ой, я начала потеть, я просто не могу, я так нервничаю, ведь этот совершенно незнакомый человек меня осудит и скажет, что мой товар неправильный, я начала... Я не могу, у меня страсть, я не могу. Я режиссёр, я же правильно потею, правильно? О, боже, я приготовила тако с индейкой. Эмоции зашкаливают, я уже не могу, я боюсь. Чьё это? Моё, наверное. Будь добра, объясни, что это? Это тако с индейкой. Для кого они? Для моих детей. Для детей. Они всё ещё живы? Вот, я не понимаю всё-таки, это полная, полная пиз... И этот повар, да, и эти люди, которые создают ощущение того, что они нервничают, они боятся, что вдруг их осудят. И этот повар со своими очень смешными шутками. Это же смотрится невероятно дёшево и отстойно. Ну почему? Почему-то всё равно это... Это... Это люди смотрят. Я не понимаю даже, что тут вообще аргументировать. Ну это же тупизм абсолютный. Ну просто пригласили каких-то левых людей, сказали им, возмущайтесь, проявляйте максимальное количество эмоций, бойтесь шефа. Я не знаю, он будет хуйню нести какую-то, вы всё равно реагируете на это, он будет шутить. Ну это же позор, ну нет, ну разве, ну очень смешно, как люди из интернета смеются над подобными ток-шоу, которые были на телевидении, а потом всё это переходит в интернет, и те же самые люди начинают делать на это обзоры, смотреть это на своих, там, я не знаю, стримах или ещё о чём-то. Господи, это всё остаётся здесь, ничего не меняется. Приходят новые люди с новыми ток-шоу на YouTube, с телевидения, и телевидение просто перекочевало на YouTube. Ну это же просто смешно, ходят, это же всё снимается по несколько раз, типа, и запланировано заранее. Значит, ты лысый, ты сегодня должен спалить курицу, ты не проходишь в финал, ты волосатая, блядь, у тебя будет говно-десерт, а ты уборщик сегодня, да, понижаю должность, я. И всё такое. А шеф, шеф, ну ты орёшь сегодня, как обычно, просто ори на всех подряд, потом вырежем, склеим и зафотошопим, замонтируем чё-нибудь. Вот так и выглядит это ток-шоу, чё за жесть. Вообще, в принципе, любое вот это вот шоу, где блогеров приглашают и потом нанимают подписчиков, ну или просто левых людей, которым говорят, что вы сегодня играете роль типа подписчиков и типа вы шарите. Вот, и они вот сидят-таки сидят и пиздят чё-то, и обсуждают. Вот смотри, вот этот подписчик, мне нравится. Дичь, я не понимаю, я не понимаю. Не знаю, может быть я, может быть я слишком скучный. Я просто не жалую на такие ток-шоу. А я тоже хочу посмотреть со своими любимыми фанатами, ой, со своими кумирами встретиться. По-мо-полапать их немножечко, да, девочек. В общем, не смотрите ток-шоу. Это зло. Субтитры сделал DimaTorzok